А у нас уже в гостях лейтенант полиции, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения, который знает об этом практически все, Корнаков Александр Александрович. Доброе утро. Ну, Александр Александрович, расскажите, доброе утро, во-первых. Ну, расскажите, пожалуйста, что все мы сейчас знаем, не секрет вот вообще, что уже все меняют резину, да, там, летнюю на зимнюю. В принципе, нужно быть максимально внимательным на дороге, потому что скоро будет гололед. И вообще, так вот, как подготовиться и насколько у нас длительный период гололеда в Крыму? Вот что нужно сделать в первую очередь, чтобы никто не пожурил пальчиком водителям? Ну, ни для кого не секрет, что в Республике Крым достаточно резкое изменение бывает температурных показателей. Вот поэтому водителям, конечно, рекомендуется уже с октября по март месяц, когда устойчивые температурные показатели ниже 10 градусов, использовать зимний тип шин. Рекомендуется только или как бы настаивается? В техническом регламенте Таможенного союза установлена обязанность для владельцев транспортных средств использовать зимний тип шин. Однако ответственность в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях ответственности за использование шин не по сезону пока не предусмотрена. Однако этот вопрос рассматривается законодательными органами Российской Федерации, но в настоящий момент ответственности нет. Но, тем не менее, нужно понимать, что это личная ответственность каждого. Конечно, безусловно. Зимние шины по сравнению с всесезонными и летними имеют преимущество при низких температурных показателях. То есть у водителя значительно снижается риск стать участником дорожно-транспортного происшествия, конечно, при использовании зимнего резина. Вот насколько снижается? То есть там путь торможения сильно сокращается? Сокращается значительно. Насколько примерно? Ну, не могу сказать. А какая вообще у нас рекомендована в Крыму от сезона? Шипована, не шипована? Нужна ли вообще в Крыму шипованная резина? Ну, вы знаете, сложно сказать по поводу того, что нужно или нет. Бывает, конечно, погода. Вот мы сами видим, что в вечернее время, в ночное время, допустим, если проезжая часть покрыта ледяной корочкой, то тут, конечно, наиболее эффективно будет как раз шипована резина. В дневное же время, когда солнце пригревает и проезжая часть сухая, необходимости в использовании шипованной резины нет. А штрафы есть за то, что летнюю резину не сменил на зимнюю? Повторюсь. Лучше, да, повторите для меня, чтобы на всякий случай... Нет, не предусмотрена сейчас ответственность в Кодексе Российской Федерации, да. Единственное, в техническом регламенте Таможенного Союза для зимнего типа шин установлена, получается, сумма, остаточная высота протектора, то есть 4 мм. Если меньше 4 мм, тогда предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации о правонарушениях, штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Александр, вот вы так сложно говорите, там всякие вот эти вот, ну, не знаю, номера, цифры, все запоминаете. Ну вот, а вы лично как относитесь к этому и считаете, что уже ли настала пора для того, чтобы сменить, или вот вы бы еще не меняли? Конечно, уже настала пора, необходимо использовать зимнюю резину, обязательно. А почувствовали, что вы верно сделали, что вот именно придерживались своих каких-то профессиональных принципов? То есть вот я буквально недавно шел, вот расскажу по Симферополю и подскажу, когда дорогу перебегал, вот, в положенном месте. Ну вот и. Прежде всего, ни в коем случае нельзя перебегать дорогу, необходимо переходить. Вот это как раз, наверное, одно из таких очень важных факторов, когда люди вот именно перебегают дорогу, потому что тормозной путь увеличивается даже при мокрой проезжей части. Водителю крайне сложно принять правильное решение, отреагировать на такую ситуацию. Пешеходу легче и, более того, пешеход обязан убедиться в безопасности, убедиться, что транспортные средства его пропускают. И только тогда переходить, ни в коем случае не перебегать проезжую часть. Тем самым вы обезопасите себя, ну и не добавите седых волос в воде. Скажу небольшой совет, вот как меня быстро сосед отучил. Я раньше перебегал, где кольцо есть, и он мне говорит, Дима, а ты же знаешь, я вот видел тебя, и вот один раз как нажму педальку, я вот с тех пор вообще не перебегаю. Главные рекомендации мы можем дать сейчас пешеходам, помимо того, что нельзя спешить на дороге. И пешеходам, и водителям. И пешеходам, и водителям. Водителям, конечно, быть предельно внимательными, особенно когда погодные условия сложные, туман, дождь, гололед, любые осадки. Когда проезжая часть мокрая, либо скользкая, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Обязательно останавливаться в попутном направлении, если транспортные средства остановились возле пешеходного перехода. Ни в коем случае не обгонять по обочинам транспорт. Это тоже достаточно такая проблема актуальная. Есть у нас такая проблема в Симферополе? Если нет, в Крыму местами бывает, когда затворовые ситуации разные. Пешеходам же, конечно, помимо того, чтобы убедиться в безопасности, особое внимание нужно уделить использованию световозвращающих элементов на одежде. Световой день значительно сокращен уже. И вот основной поток людей с работы, с учебы осуществляется в вечернее время. И большой поток транспортных средств в это время как раз сконцентрирован. Поэтому пешеходов очень плохо видно водителям. Забываем о темных куртках или хотя бы не забываем в таком случае о световозвращающих? Да. Желательно, конечно, чтобы одежда была светлых тонов. И обязательно на одежде должны присутствовать световозвращающие элементы. Чем их больше, тем вы заметнее на дороге. И также не забывайте, чтобы светоотражатели были на одежде детей. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. У нас в гостях был Александр Крынаков, старший лейтенант полиции, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения, управления ГИБДД, МВД, ПРК. Тем временем мы хотим вам показать еще один видеоматериал. Как раз таки, может быть, он натолкнет вас о том, что о своем здоровье нужно заботиться о безопасности, мер безопасности нужно придерживаться. Спасибо.